Тогда, спасибо, давайте тогда мы с вами немножко вспомним, мы с вами закончили прошлую встречу, когда мы разошлись на таком щепетильном вопросе, что бы сделала, как бы поступила любовь, правильно? Так как понятия любви у нас у всех разные, как бы она поступила, я так полагаю, тоже каждый там, кто на что гораст, расскажите свои версии, что такое это для вас и как поступали вы, как поступала ваша любовь. Только давайте, вот мы сейчас не будем думать о том, как я там красиво выгляжу, некрасиво, ну там вот может быть я аморально сейчас выскажусь, поэтому я не буду этого говорить, я посижу тихонько и помолчу. Программа адаптации, она вообще подстроена под то, что человек, который здесь находится, он в конце программы обязательно должен найти ощущение легкости. Все, что нам создает трудности, мы должны оставить вот за период, пока программа идет, поэтому я вам рекомендую сейчас не думать о том, что у вас скажут другие, а общайтесь со мной. Привет, привет, это Марина, и как раз мы остановились на моем вопросе, да, что делать, если у нас война, и я задавалась этот вопрос, и мне приходили нравные ответы, например, спасаться, беречься, уезжать, и так далее. Ладно, были у нас люди вне состояния выживания, ну вот, другие варианты у нас есть? Люди, у вас любовь есть вообще, вы знаете, что это такое? У нас что, вся группа с войны? Ну что, ветераны войны все? Вы со мной будете разговаривать сегодня? Давайте я немножко сейчас вам подкорректирую. Для того, чтобы мы могли понять, что такое любовь. Любовь — это физическая сила, поэтому это на самом деле вполне биологическое явление. Это не что-то там внутри психологического характера. Любовь — это, прежде всего, состав гормонов, это биохимия крови, от которой зависят мысли человека и, естественно, восприятие и самовоспроизведение. То есть, если мы говорим о любви, мы говорим реально о биологических процессах. Если это трудно принять, ищите, ну еще со времен Эйнштейна, когда он в последние свои годы обнаружил, что любовь — это физическая сила, и потом биологи ее подтвердили. Поэтому если, ну мы будем все время говорить, что мы меняем только психологию, а потом будем ждать, когда физиология под нее подстроится, это утопия. Потому что если нужно изменить какие-то психологические процессы, они должны меняться изнутри, то есть с тела. И когда мы говорим о чем-то биологическом, это биологический процесс, это не что-то там, где-то внутри. И я задаю вам конкретный вопрос, что бы сделала любовь? И от вас просто ждем действия. Вот что бы она сделала? Ну вот биологическое тело человека, что бы оно сделало, если бы находилось в таком, под воздействием вот такого вещества, как любовь. Если вы мне будете говорить, я бы искала определенного состояния какого-то, где мне там вот где-нибудь будет хорошо или не очень, это не совсем правильное подходящее действие, потому что действие оно одно, которое может разветвляться на максимум три производные. И это действие, оно не дает вам много вариантности для самопроявления. Человек, который действует так, как действует любовь, он всегда, практически всегда действует одинаково. Он может менять свой угол зрения, он может видеть все по-разному, он может даже при этом как-то видеть и реагировать, но действия его будут практически всегда однозначны. Мы с вами ушли на летние каникулы. Еще раз повторите. Я думаю, если действие, то тогда это будет доброта, внешность такая, ну, ничего, душа, в ответ, бескариста. Иногда бывают такие действия, продиктованные любовью, они иногда даже кажутся жестокими. Но что бы сделала любовь, она бы любила. А когда мы любим кого-то или что-то, то мы не всегда проявляем слабость, розовые сопли или что-то еще наподобие. Прежде всего, любовь она бы любила, а когда мы кого-то любим, мы должны делать его свободным. Свободным от себя и свободным от своего наблюдения, контроля, там, от чего-то еще. И, ну, знаете, слово романтика, оно больше подходит к депутателю. Не к любви. Оно, ну, где-то ближе к депрессии, там, вот, к прошлому, там, поскучать, повоображать что-нибудь, представить себе. То есть все, что угодно, только не то, что относится к мгновению сейчас. А вот любовь — это то действие, которое действует прямо сейчас и может быть только исключительно сейчас. Поэтому такие моменты, которые нас могут растрогать, там, знаете, подошел, там, что-нибудь такое сделал за ручку, погладил, там, в попку поцеловал, еще что-нибудь сделал. Это не про любовь. Это, ну, все что угодно, но только не любовь. Проявляться любовь может разными характерами, но действие всегда одно. Она бы просто любила. Есть производные у нее, это действия, которые мы делаем с позиции благодарности. Вот тут мы можем подойти, обнять, поцеловать, там, еще что-нибудь такое. Но, опять же, мы переживаем основное чувство, производное этого действия, это благодарность. Это может быть забота, забота о ком-то, когда... Вот на недавней программе меня спрашивали, ну, как же, как же сделать так, чтобы вот безответно, ну, вот без... Как это по-русски? Без... 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 Нет, без причины, как она, без... Безусловная. Безусловная любовь, вот как ее сделать так, чтобы эта безусловная любовь вот появилась? То есть, ну, вот, не люблю я того или другого, или третьего, а вот, ну, она же ко всем есть, и ее как-то же можно почувствовать. Наверное, обычный человеческий подход вот к этой задаче, он все же состоит в том, что если мы начнем об этом человеке заботиться. Если мы посмотрим на него внимательно, и, может быть, захотим что-то для него сделать. Может быть, попробуем как-то сделать ему приятно физиологически. Вот когда, если вы найдете точку физиологии и сделаете человеку реально приятно, когда ему приятно, у нас начнется отзеркаливание. И нам станет тоже приятно. И вот это вот чувство после заботы, которое на нас отражается, оно рикошетит как-то. Вот это вот чувство может вызвать в нас даже беспричинную любовь, просто потому что она есть. Первый раз вы сделаете так, второй раз с одним человеком, с другим, с третьим. И вот это вот чувство, оно будет потом рикошетить у нас автоматически. Ну, это на случай, вот если вы совсем уже деревянный, и вот у вас реально какие-то там есть. Вот Васька наркоман, я его не люблю, вот этот алкоголик по воскресеньям пьет. А тут у меня воскресный папа, который тоже приходит, потом после него дети неуправляемые. Ну, вот если нужно что-то, вот это вот чувство вызвать, оно вызывается физиологически, как ни странно. Я еще раз хочу вас спросить, понимаете ли вы меня? Потому что вопрос, безусловно, любви, он очень простой. Действий о том, ответов на вопрос, как бы поступила любовь, очень мало. И вещей в жизни действительно важных для нас неимоверно мало. Все остальное, что мы сверху накладываем на это, оно, как правило, не имеет ни смысла, ни важности, ни надобности. И создает только излишние углы и проблемы. Я бы очень хотела, чтобы мы сегодня с вами об этом договорились. Ну, мне хочется, чтобы вы меня поняли. Если есть какие-то вещи, которые я сказала непонятными, спросите меня. Если есть что-то добавить, добавьте. Если я не права, поправьте меня. Так, ну, тогда, исходя из этого, давайте мы с вами посмотрим на... на иллюзию, которая нас окружает, на тот мир, который у нас есть. Не отходя от позиции действия. Что бы сделала любовь, она бы любила. Когда она любит, она становится абсолютно слепа. Доказательства приведу. Например, мальчик влюбился в девочку. У него сразу, бах, такие розовые очки. Он на нее смотрит и говорит, боже, она идеальна. У нее там все правильно, у нее вот все. И вот эти вот розовые очки, они не дают видеть... Ну, он неадекватный человек становится. Это не потому, что он... Ну, там, гормоны у него перебьют куда-нибудь в нижние чакры, там еще что-нибудь. Это происходит, потому что любовь просто бы любила. И все, что она в момент, когда она руководит телом, тело становится слепым. У меня к вам вопрос. Хотели бы мы жить вот в таком состоянии влюбленности к пространству, к миру? Или все же мы хотим быть прагматичными, лаконичными, логичными и соблюдать контроль для всего, что происходит? Это важный вопрос, потому что эти две дороги абсолютно разные. И настолько разные, что вплоть до смены генетики. Если вы пойдете по одной дороге, у вас будет все... Вы будете полностью слепы, ориентироваться будете исключительно на тело, которое будет жить в этом мире. Либо вы будете контролировать и опираться только на логику, которая даже не задействует. Но она занимает меньше половины человеческого мозга. И вообще не задействует спинной мозг. Давайте будем определяться. И вот куда скажете, туда и пойдем. Я могу сделать жизнь проще и по одной дороге, и по другой. Можно вам вопрос? Вопрос для уточнения. Можно, чтобы ответить на ваш вопрос? А любовь и влюбленность, это же получается разное химическое состояние? Конечно, разные. Влюбленность это когда... Влюбленность? Когда присутствуют гормоны, а гормоны присутствуют, когда нам приятно. Это определенно. Эти гормоны вы уже все знаете. Вот когда мы их стимулируем искусственным путем или естественным путем, ну как бы не бессознательным для нас. Когда они у нас есть, мы чувствуем себя... Давайте так вот вопрос задаю. Девочка, девочка, дурочка. И вроде так кажется вот так хорошо как будто. Но постоянно находиться в этом состоянии тоже не очень приятно, потому что гормоны, они в любом случае стабилизируются рано или поздно. И вот когда они стабилизируются, остается любовь. А любовь, она отдает чувство свободы и определенное притяжение. И потом, если есть любовь, мы в любой момент можем вызвать влюбленность. А если любви нет, влюбленность остается только так в фазе фантазии. Но опять же понимаю, что... Куда пойдем? Прошу прощения, придем. Пойдем куда? Нет, реально, а вот хочу еще момент уточнить. Вот с примером с этим мальчиком. Мальчик влюбился, снесло у него голову от этой девочки. А где это влюбленность или любовь? Как это понять? Вот в конкретном примере с мальчиком. В конкретном примере у мальчика, если сносит крышу, это влюбленность. Это бьют гормоны, которые начинают будить тело. Когда тело проснется, проснется, естественно, проснется нижние чакры, ему захочется сексуальных каких-то отношений, близости, еще чего-то. Когда это все устаканится тоже. Если в этот период, когда у мальчика сносило крышу и он справлялся со всеми вещами, которые ему не нравились. Эти такие вещи есть и есть у всех, но опять же, есть люди, которые на них вообще не обращают внимания, ну совсем. Вот одели эти розовые очки и говорят, Боже, это идеал. И какие-то моменты, которые там где-то нужно свой эгоизм пододвинуть, где-то надо наоборот заботой больше проявить, где-то еще что-то сделать. Вот если не возникает шероховатости на этой дороге, то сила притяжения физиологии, она активизировала телесное чувство любви. Потому что мы, по сути, нам без разницы, какой объект перед нами находится. Если вы действительно женщина, которая может чувствовать любовь, вы можете любить любого мужчину. И вам без разницы, кто с вами будет, вы сможете его любить. Катяна, можно еще вопрос? Или закажешь? Давайте, лучше вопрос. Вопрос такой. Когда у мальчика сносят пришли у девочки, да, по отношению к такому человеку, является ли это доказательством, что это взаимное чувство? Или это может быть не взаимное? Вопрос такой. Есть ли не взаимная любовь? Нет, это не обязательно должно быть взаимное. Это говорит о том, что просто одна частица какого-то гормона у вас превысила свою норму, и вот пошел какой-то перекос в гормонах. Вообще, неразделенная любовь — это болезнь. Потому что если, ну вот, один человек, знаете, как бывает так, я люблю того, он любит вот того, а этот любит меня. И вот когда у нас вот так вот неправильно все, не надо смотреть всех подряд, кто кого любит, потому что если посмотреть вот так сверху на человечество, то вот эти вот связи, они очень часто повторяются. И у человека очень сложно найти, по какой причине вот Машка любит Ваську, а Васька любит Наташку. Почему так происходит? Потому что у нас отражательная система в мозгу, она имеет определенный набор данных. И вот этот набор данных, если она видит где-то очень сильный маркер, который в его памяти есть, например, маму напоминает там, или какое-то действие, которое делала мама очень приятное, и вот увидел он этот жест у этой девочки где-то, причем даже не к нему, а просто где-то, не знаю, на телевидении там она сделала, какую-нибудь собачку погладила там. И вот у него вот это вот раз отфиксировалось бессознательно, мы же глазами считываем абсолютно все, а сознанием понимаем далеко не все. Так вот, если вот это вот произошло, у нас маркер сработал, и у него начинаются выбрасываться гормоны, которые он получал в момент, когда мама ему там где-то что-то такое делала. Это очень сильные гормоны, когда это происходило в памяти раньше. И вот эта вот память, она начинает ему… стимуляция выброса гормонов, она происходит постоянно. Как только он что-то вспоминает опять, или видит эту девочку, или что-то, и у него начинает вот этот выброс, и ему начинает казаться благодаря этому гормону, что он влюбляется. Но так как тот объект не участвует в этом процессе гормональном, то, соответственно, и ответ на любви быть не может. Но сам мальчик будет стимулировать эту девочку, он будет себе говорить о том, что у нас что-то может получиться, она даже на свидание с ним сходит. Ну просто она пойдёт с целью, что он за неё там заплатит, купит ей что-нибудь, а у него будет совсем другая картина жизни, он будет думать, что он что-то там такое делает. Но у девочки всё будет абсолютно банально. Ну вот безответная любовь — это, скорее всего, в большей части это бессознательная реакция на внутренние маркеры самого человека. И если человек это понимает, его сразу начинают отпускать. Его можно, этот маркер, если человек этот найдёт, на что он среагировал изначально, потому что обычно люди помнят это, вот на что он среагировал, пусть он это найдёт и попробует поискать в пространстве вокруг. Вот именно то, на что он зацепился тогда в первый раз на этой девочке или на этом мальчике. Это обычная физиология, это обычный логический процесс, поэтому, в принципе, его можно понять и остановить, и изменить как логикой, так и физиологией. Моя позиция такая, я так вижу. Спасибо очень, нахранясь, спасибо. Вопрос к вам, куда пойдём? Будем слепнуть и любить, или будем прагматично жить дальше? Тоже адаптивно, но прагматично. Такой сложный вопрос. Да, сложный. Ну, давайте, например, я скажу так. У меня такого выбора не было, потому что, если я жила, работала, когда просто были отношения с людьми, с детьми, если мы всё пытаемся держать под контролем, нам так кажется, когда человек начинает заниматься, ну, хоть чуть-чуть там разбираться в науке, он понимает, что контроль сознания происходит совсем не тогда, когда мы смотрим глазами на какой-то объект. Если мы думаем, что мы контролируем ситуацию тогда, когда мы разговариваем с ребёнком, именно в этот момент, когда мы с ним говорим, мы очень глубоко ошибаемся, потому что момент формирования и форсирования этой ситуации происходит за несколько секунд до нашего пробуждения. То есть, по факту, мы, мозг человеческий, он просчитывает всё во время сна, ну, неважно, сколько человек спит, на самом деле для этого нужно минут 20. Аналитика закончилась. Здесь бессознательно мы сформировали то, что нужно сформировать, а вот дальше мы просто на автопилоте ведёмся на импульсы форсирования для того, чтобы мы просто проделали то, что мы себе назначили сделать. Поэтому думать о том, что мы контролируем днём, реально что-то его там, от нас что-то зависит, это неправильно, это неправда. А вот по поводу того, как мы можем жить абсолютно слепыми, это как раз нам очень удобно, потому что мы не уделяем столько внимания, фокус внимания у нас находится в расфокусе, и мы абсолютно доверяем телу. Можно что-то видеть, но не обязательно в это верить. Не надо анализировать то, что мы видим, мы видим, мы видим, эта вот ситуация есть и есть, это мы её так видим, и мы её воспринимаем именно вот такой ситуации, но это неадекватно. Это субъективное мнение, ему верить никогда нельзя, потому что ситуация никогда не смотрится с одной точки. Есть ещё другие люди, которые тоже на неё смотрят, а есть ещё целые другие объекты, начиная там планетарное тело, заканчивая атмосферным давлением, и другие вещества, которые тоже видят эту ситуацию как-то более глобально. поэтому субъективность, она никогда не является единственной истиной. И поэтому верить и ещё и анализировать то, что мы увидели, это вообще глупо. То есть мы закрываем себе все ворота, закрываем себе вот эту маленькую дырочку, которую мы что-то увидели, делаем её ещё уже, и пытаемся что-то там разобраться в этом. Это неразумно просто. А вот если мы доверяем телу, которое вступает всегда во взаимосвязь с атмосферным давлением, оно вступает в взаимосвязь с планетой, по которой оно ходит и живёт, оно всегда находится в взаимосвязи с объектами, которые нас окружают. Поэтому тело так вот как раз оно всегда и немножко в курсе больше, чем наше сознание. И если мы будем доверять инстинктивному движению жизни, в этом случае мы поступаем более правильно, двигаемся более прямо, по дороге не болтаемся, и наше сознание при этом остаётся более ясным и более чётким. Хотя есть такой момент, что мы не всегда догоняем прямо сейчас, что происходит прямо сейчас. Догон происходит потом, дня через 3-4, может быть, через месяц. Ну, так, самый длительный период. Вот это единственный момент, который не очень удобен. Логика не всегда понимает, почему мы поступили именно вот так. Но рано или поздно она обязательно понимает. Потом ей это нравится, потом она этим даже гордится может. Но если всё сделать наоборот, сначала логика, а потом ситуация, и потом мы понимаем, блин, надо было по-другому сделать. Я могла бы сделать по-другому, я могла бы получить гораздо больше. Я могла бы быть более счастливой в другой момент, если бы я поступила по-другому. И вот эти вот могли бы и получили бы, и развернули бы, и дети были бы более счастливы. Вот оно у нас почему-то присутствует потом в виде сожаления. Или мы сначала делаем, потом осознаём, почему. И это вызывает не сожаление, а наоборот удивление и даже удовольствие. Принимайте решение. Вопрос о том, мы учимся жить слепо, ослеплённой любовью, и живём телом, или контролируем всё. Лена, дай я в виду, в жильтях, в смысле, на инстинктах? Или вообще, без анализа? Нет, инстинкты как раз это нам не помощники. Инстинкты — это то, что делает нас животными. Это автоматическая реакция на самозащиту, на самовыживание. А чтобы не срабатывали инстинкты, мы должны понимать, что нам никогда ничего не угрожает. В этой жизни нет ни одного объекта или субъекта, которые могли бы на меня нападать. Но при этом я имею право сама себя напугать. Когда я сама себя пугаю, я создаю ферса, как выплёскиваю импульсы, которые имеют силу проявления. И вот это проявление мне начинает казаться, что оно мне угрожает. И я начинаю реагировать. Это такая вот, выплюнул собственную бабу-ягу, потом её увидел, она перед тобой где-нибудь как тень от проектора начинает тебе мультик показывать, и ты пугаешься этого мультика и начинаешь убегать. Ну вот так вот в физиологии так работает. Глупо, конечно, если мы говорим об инстинктах, они выглядят именно вот так. А когда мы говорим о том, что тело человека, чтобы оно любило, что бы оно делало, оно бы любило, и когда оно любит, оно ничего не боится. Во время любви оно открытое, обнажённое. И даже если внешние объекты тебя не понимают, находится где-то каждый в своём скафандре, в котором не так страшно, в любом случае это не повод для того, чтобы переключаться на собственный скафандр. Ну и потом нужно опять же помнить, почему нам никто и никогда не угрожает. Потому что даже люди, находящиеся в военных действиях, вы тем более должны понять, где у вас мультика, где находитесь вы. Вокруг нас вообще не существует объектов, которые могут что-то нам сделать. Даже если мы возьмём там кредит в банке, и к вам кредиторы приходят каждый день и говорят, завтра мы придём, тебя в тюрьму посадим, заберём имущество. Физически к вам никто не сможет прийти завтра, в случае, если вы абсолютно не верите в данную ситуацию. Убеждение это такое, как день сурка. Знаете, мы убеждены в том, что это происходит, и оно обязательно происходит. Мы знаем, что это неизбежно, и оно неизбежно. Но продуцируем это всё мы, и мы делаем это по большей части бессознательно. Потому что, если мы чего-то боимся сознательно, это не значит, что мы только этого боимся. Это значит, что у нас есть ещё куча маркёров, которые толкают нас на какие-то определённые действия, и мы их делаем. Вот это вот у нас животные инстинкты. И если мы живём логикой, то логики нашей никогда не хватает для того, чтобы этого понять. А если мы живём телом, тело будет отстаивать свою позицию свободы. оно не позволяет внутренним страхом управлять формой тела. Ну, или, по крайней мере, если сознание будет пытаться, оно будет противиться. Вы кому-то можете резко ответить, вы скажете «нет», хотя, в принципе, вам ещё очень трудно сказать «нет», но в данном случае вы просто скажете человеку «нет, я не согласен», «нет, я не буду». Развернётесь и уйдёте. Потом вам будет страшно. Насколько вы офигели и так вот, вот так вот, сделали вот так. Но на момент, когда вы будете это делать, это ключевой момент, это решающий момент, и вы именно так и сделаете. Если нужно будет кому-то ответить «да», вам очень хотелось сказать «нет», и вы не хотели с этим человеком не иметь никаких отношений вообще, а тут у вас рот открывает и говорит «да, хорошо», не спорьте с телом. Если говорите «да», значит, так и должно быть. если у вас есть какие-то сомнения по поводу «давайте мы займёмся ими сегодня и сегодня же их закроем». Если меня слышно, слышно, да, слышно. Если что-то контролирует, слышно, если взять контроль, получается, что контролирует всё, как выявляешь себя. я поняла, это такой двойной обман в обмане. давайте, знаете, буквально сегодня видела в интернете такая картинка, нарисован мужчина, ну рисунок, просто нарисован мужчина, и он такой говорит «я чувствую свою силу, я вот сейчас достиг этого понимания, что я такой значимый, я могу менять всё, это всё в своей жизни, куры могу свернуть». И где-то там вечность ему говорит «успокойся, Андрей, никакого Андрея нет». Вот это вот такая яркая зарисовка, она мне так понравилась, по поводу когда человек говорит «я чувствую силу, я чувствую энергию, там прилив, или наоборот, я чувствую страх, мне там плохо». нет того, кто может этот страх нам проецировать, и нет того, кто в нас мог бы его пугаться. В случае контроля мы не способны ничего контролировать. У нас в этом мире, давайте посмотрим с другой точки зрения, с физики. физическое тело живёт в физическом мире. У физического тела есть эти две мокрые дырочки, глаза их называют, и у них есть маленькие такие дырочки внутри, зрачки их называют. Так вот эти дырочки это единственное, через что вот эти дырочки это единственное, что нам, нашему сознанию позволяет видеть то, что мы отражаем от себя. И вот эти отражательные лучи мы воспринимаем как существующую объективную реальность. Но физика нам показывает, что если мы думаем, что мы сидим на стуле, мы на самом деле не сидим на стуле, это просто магнитное поле, полюса, которые отталкиваются друг от друга, и мы чувствуем плотность. То есть мы чувствуем, что мы где-то на чем-то стоим или сидим. И сам процесс, который мы называем контролем чего-то, это уже повторная реакция на то, что мы из себя излучаем. Вот излучение это фотоны, которые мы спускаем через глаза. Черепная коробка бессознательно формирует какие-то определенные образы образы облики, нам будут понятны и приятны, однозначно понятны и приятны. Неприятные облики, неприятные предметы и объекты, субъекты мы никогда не формируем. Они у нас появляются уже постфактумом. Тогда, когда мы что-то посмотрели и у нас разлученная реакция отреагировала. Физиогномика у нас там мы ее считали с человека и увидели какой-то элемент, который в детстве нам где-то дает другой образ человека, который мы понимаем, что у нас все, эмпатии нет, не нравится нам. Так вот это уже постфактум, это уже второстепенная кодировка информации, а дальше включаются инстинкты и мы реагируем, нравится он мне или не нравится. Но если мы с вами люди адекватные и понимаем, что наш мозг нам выдает образы и обстановку исключительно ту, которая нас никогда не пугает и которая нам обязательно понравится, все лишние действия, которые мы делаем в жизни, оценка, аналитика, опора на убеждение и обращение к памяти, к опыту. Вот я такой опытный, я вот там знаю, я уже прошла все там гештальты туда-сюда и меня уже так просто не провести, и я опытный психолог. И вот этот опытный психолог, он никогда в жизни не заметит детскую улыбку, которая просто прошла мимо где-нибудь рядом. потому что он будет сконцентрирован на объекте, чтобы его правильно понять, чтобы его правильно повернуть в нужную сторону и добиться того, что он хочет. Но если бы он просто-просто любил, в данном случае я просто проведу на такое сравнение, что прошла, допустим, маленькая девочка, она улыбнулась, у нее были красивые глаза, если мы это заметили, у нас отражательная система в мозгу отразится и сделает то же самое. Если мы то же самое сделаем объекту, который, то есть мы выкинем пучки света, фотоны вылетят наружу, мы увидим то же самое напротив себя. И это нам естественно понравится. И этот объект, который отразит наше удовольствие, то, что нам понравилось, у нас вот эта закольцованность работает у нас, просто не будет другого варианта. Но очень умные люди, они знают свой опыт, они знают, как разговаривать с каждым человеком, который там, вот они все время на этот опыт опираются и очень сильно урезают свои биологические способности, которые даны ему на данный день сегодня. Если что-то непонятно, ты мне спросите, я вам еще пример приведу, может быть, более удачный. Почему тогда любовь делает нас слепыми, если мы обратно начинаем чувствовать боль? Нет, любовь не делает нас слепыми. Мы вообще по природе слепы. Мы просто слишком много о себе думаем. Мы думаем, что мы видим реальность, а мы видим только отражательные импульсы, которые исходят из нашего опыта и из нашей памяти. Вы, если очень хорошо посмотрите, на самом деле люди, которые живут свою жизнь, они очень мало и очень редко видят что-то по-новому. У нас шаблонное мышление занимает 98%. А могли бы мы видеть один и тот же наш кухонный стол каждый день по-разному. Мы могли бы... Знаете, как бывает так, вот вы живете с супругом, например, вот вам лет 18, к примеру. ну у нас там 18 лет еще гормоны в голову бьют, там все еще как-то вот так. И вот живете в одном доме. Потом вы выросли, вам лет 25-28, меняете супруга, приезжает к вам бойфренд, такой весь, такой вот, весь такой, живет в том же доме и у вас раз и дом видоизменяется, то есть он становится совсем другим, как бы наполнение в доме другое и вы видите тот же самый стол, но по-другому. Так вот, это можно делать абсолютно не ожидая, когда к вам придет другой мужчина или когда у вас родится новый ребенок или когда, ну я не знаю, там у вас начнется новая карьера и вы начнете вот по-другому на все смотреть. Что стол кухонный, вы можете увидеть его, а ты можешь быть гладильной доской, например, да, ну там можно погладить что-нибудь. Это я просто привожу примеры к тому, что все, что мы видим, оно не обязательно должно быть таким, каким мы его видим. Мы придаем значение, мы придаем важность и мы же можем это все отмотать обратно. Если мы не будем так сильно грузить эту реальность тем, что мы видим и не будем так сильно на нее залипать и реагировать, все станет казаться проще. А когда нам все кажется простым, мы не испытываем напряжения, какого-то давления при действии чего-то и все дела делаются легко. Я говорю единственное минус, что мы догоняем поздно, потом уже, потом, где-то там, когда это произойдет. смотрите, есть люди, которые думают, что ум, вот хочется войти в состояние любви, а ум при этом слепо, он не может понять, что такое любовь. Это вполне биологические процессы, мы не можем никогда понять, что умом. Что такое любовь? Ум — это аналитика, это сложение одного с двумя для того, чтобы это клей такой своеобразный. А любовь — это физическая сила, которая завязана на белках и гормонах. Ум не находится в физическом теле, ум понятия не имеет, что такое белки и гормоны и как они взаимодействуют. Он знает теорию, но он понятия не имеет на практике, поэтому сила любви ему не знакома. У нас есть функция умом, мы же не безумные, правда, у нас он есть, он нам зачем-то как-то нужен. И мало того, он тоже стремится к тому, чтобы понять все проще, потому что и мозг к этому стремится, потому что если у нас все очень сложно, то на это уходит много электричества, и ему приходится часто выключать нас на автопилотирование, и мы на автопилоте водим машину, на автопилоте мы едим, мы куда-то идем. когда мы куда-то двигаемся, то есть когда мы выключаемся на автопилот, нас автоматически выкидывает либо в прошлое, либо в будущее, ну мы мечтаем о чем-то. И каждое мгновение, когда мы не находимся сейчас, мы просто на автопилоте. И мы выкинуты, потому что мы исчерпываем излишний трафик электричества, которое у нас есть в голове. Как этого не делать, нужно просто не требовать невозможное от тех органов, которые к этому не приспособлены. Любовь – это сила. Почему тогда вот один человек говорит другому «Я тебя люблю», другой говорит «Я тебя люблю». А при взаимодействии получите опять с того у них умолчат зла. Смотрите, у нас так получается, что вот мы когда чувствуем что-то, я вам даже скажу, что мы чувствуем. Мы понимаем, что мы чувствуем прилив любви. Вот когда сидим, что-то работаем, работаем, потом раз, вот хочу сказать, что я люблю. Это не любовь там зачесалась у нас, это происходит просто выброс гормонов, которые спровоцировали, на самом деле, если вы сидели за компьютером, что-то там писали, вы написали какую-то фразу, которая у вас вызывает какой-то клочок памяти, и этот клочок памяти у вас сопряжен с объектом любви. И вот у вас сразу раз выкидываются гормоны в кровь, кровь получила дозу, и она ищет выход. И ей хочется что-то сказать тому объекту, который назначен любимым. А вы меня слышите все еще? И вот когда мы с вами говорим о том, что я ему пошла и сказала, что я его люблю, а он мне тоже сказал, что он меня любит, но он сделает это автоматически, ну так, ну он как бы помнит, да, что он меня любит, ну вот поэтому он и говорит, ну я тебя тоже люблю, но при этом он сидит там где-то в игрушку рубится или где-нибудь, ну я не знаю, что-нибудь там умное соображает, пилой пилит что-нибудь, и вы ему тут со своей любовью он скажет, ну конечно, скажет, я тебя тоже люблю, даже там это моська вам повернет какую-нибудь, сделает приятную, типа. Ему даже тоже немножко станет хорошо, но он никогда не почувствует тот прилив в кровь гормона, которого получили вы, это разные вещи. И разница между одним и другим будет гормональной. На действиях, когда мы говорим, вот мы допустим пережили любовь, и вот я вот у меня доза такая, знаете, была, например, вообще лошадиная, да, и вот я готова вообще на все, на все что угодно, и вот я вспоминаю, что он говорил, я хочу какую-нибудь игрушку, я пойду сейчас, вот прям сейчас пойду в интернет, нажму на кнопку и куплю вот эту игрушку, ну просто в состоянии аффекта такого, кровь подвела. От него мы такого не получим, потому что у него это не произошло. Спасибо. 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 Спасибо.